Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Получил очередной заказ от рыболовного интернет-магазина F-Magazine и хотелось бы вкратце рассказать о тех позициях, которые мне пришли в данном заказе. Заказ я получал на почте России, соответственно, всё пришло вовремя. Первая позиция – это такая вот довольно-таки интересная приманочка от Абу Гарсии. Моделька называется Harry Killer. Весит она 21 грамм. Расцветка в данном случае White Black Tail. Данная приманка позиционируется как воблер. Довольно интересная приманка, состоящая из таких вот опушек. Ну, в общем, кому будет интересно, расскажу о ней поподробнее в видеообзоре. Следующая приманка – это давно уже всем полюбившийся Jackal Maxquat 128 SP. К сожалению, своего я потерял недавно и решил восполнить утерю. Очень отличный воблер, классно работает по пассивной щуке. В моей коробке это один из фаворитов. Следующий такой вот довольно-таки интересный воблер от компании Strike Pro. Это составничок с неглубоким заглублением. Довольно-таки объёмная приманочка. Модель нумеруется SH203AG. Моделька у нас плавающая, весит 12,5 грамм и длина 80 мм. Заглубление от 0,5 до 1,5 метров. Ну, на 1,5 метра он, конечно, не ныряет, но где-то до метра вполне можно применять. Такой вот довольно-таки интересный воблерок. Тоже поподробнее расскажу в видеооблере. Следующий взял для зимней ловли такой вот балансерчик и для летней отвесной ловли. Также можно применять от компании Acara. Модель у нас называется Ice Jigger Pro Action Tense. Ну, в общем, название можете прочитать. Acara Pro Action Tense AI. 67 мм, 15 грамм. Расцветка 0,3. Такой вот довольно-таки интересный балансерчик, провоцирующий расцветки. Следующая это силиконовые приманки от компании Lurmax. Моделька называется Batcher 3 дюйма или 7,5 см. Приманки поставляются в упаковке по 7 штук. В данном случае расцветка Tomato Green. Такая вот, больше похожа на оранжевую с зелеными блестками. Отлично подойдет в данном размере как универсальная приманка. По среднекрупному луку, по щуке, соответственно. Также можно применять по судаку. Следующая это силиконовые приманки от компании Forsage или Forsage. Модель называется Tile Bile. 8 см длина данных приманок. 7 штук в упаковке. Они съедобные. Ароматизатор, либо аттрактант сыр, соответственно. И расцветка Black Orange. Взял на среднекрупном лукуне. Такие вот силиконовые приманки. Следующая позиция это довольно-таки интересный балансир от компании Scorano. Моделька называется Flynn. Приобрел его, соответственно, для зимней ловли. Длина у него 32 мм. Расцветка 0,1 мм. Весит он, если не ошибаюсь, 8 грамм. Ну, ссылочку оставлю в описании. Можете посмотреть. Следующие такие вот искусственные насадочки для карповой фидерной ловли. Я приобрел. Это приманки от компании Evolution Carp. Называются они Takel Cocktail Baits. В данном случае расцветка Red Black. Поставляются две штуки на кольце. Такие вот приманки. Ну, поподробнее тоже расскажу в видеообзоре. Приманки имитируют, скажем так, охапку, опарыша, связку. Следующие тоже приманки от компании Evolution Carp. Модель в данном случае у нас называется Takel Maggot Bell Tail Red and Yellow. То есть, красно-желтая расцветка. Две штуки в упаковке. Они идут на клипсе. Тоже очень похоже на предыдущие приманки, но немножко исполнение другое. Взял такой аксессуар. Это конусные трубки от компании Orange. Они подходят, соответственно, для карповой фидерной ловли. Применяются в монтаже некоторых оснасток. В данном случае размер их длина 20 мм. вставляются они в такой вот упаковочке в количестве... Так, сколько у нас получается? Три, шесть, десять штук. В количестве десяти штучек. Вот указано. Необходимый аксессуар для некоторых монтажей. Следующий заказал такое вот довольно-таки качественное мотовильце. Мотовила у нас идёт в такой вот упаковке. предназначена для хранения, соответственно, всевозможных поводковых оснасток, либо просто поводков. Соответственно, имеется отверстие, где мы можем наматывать несколько поводочков. И имеется такая вот с одной стороны, в нижней как бы части, с другой верхней губка, в которую мы уже фиксируем непосредственно сам крючок. Интересная мотовила, очень качественная. Следующий приобрел такой балансирчик от компании Скорана. Модель называется Solid. Длина его 35 мм. Весит он порядка 5 грамм. И расцветка 21. В данном случае приобрёл я его для ловли окуня. Оснащён тройничком. Тройничок идёт с каплей. Хвостик литой у него, монолитный, с телом приманки. То есть, приманки довольно-таки крепкие и качественные. Ещё один тоже балансир от компании Скорана. Моделька называется Solid. Немножко они различаются с предыдущей моделечкой. Расцветки в данном случае у нас. Это, если не ошибаюсь, он идёт маркировка как фусфорный, а это просто флуоресцент. То есть, тоже исполнение похоже. В принципе, литой хвостик, капли на тройнике, ну и так далее. Поподробнее расскажу в видеообзоре. Следующая такая вот блёсенка. Модель у нас называется Yeti от компании EcoPro. Длина 40 мм. Установлен тройной крючок данной блёсенки. Блесна предназначена для ловли хищной рыбы, соответственно. Она отлично подойдёт для вертикального блеснения и в некоторых ситуациях можно даже использовать при небольших забросах. Но единственное, больше, конечно, она предназначена для зимней, всё-таки, отвесной ловли. Попробую, потестирую, как она по игре. И последняя у нас позиция. Эта блесна довольно-таки интересная от компании Mr. Pro. Ой, Mr. Cru, извиняюсь. Модель называется Profi 2. Длина 95 мм. Весит блесна 22 грамма. Довольно-таки увесистая блесна. Очень интересная форма изготовления. Внешне, похоже, отдалённо на Кусамовский профессор. Но форма изгиба здесь совсем другая. Причём в головной части имеется изгиб как бы вовнутрь. В хвостовой части изгиб идёт наружу. Вдоль хвостовой части. То есть, блесенка довольно-таки интересная. Тоже попробую, как она на проводке себе идёт. И расскажу в видеообзоре подробнее. На этом мой анбоксинг подошёл к концу. Ссылки на приманочки я оставлю в описании под видео. Также в описании под видео оставлю промокод рыбалка34, который даёт скидку до 20% на многие бренды, представленные в ассортименте данного интернет-магазина. Всем, кому данный анбоксинг был полезен либо понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии под видео. Всем спасибо за просмотр. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!